Волонтеры с ограниченными возможностями здоровья помогают бабушкам и дедушкам. Добровольцы заботятся о подопечных областного дома «Милосердие». В регионе реализуют проект «Инклюзивное волонтерство». С подробностями Татьяна Кияева. Светлана – подопечная комплексного центра социальной адаптации. Несмотря на инвалидность, девушка уже волонтер со стажем, помогает пенсионерам. Своими руками шьет игрушки для бабушек. Я им делаю подарок от своего сердца. Петелька за петелькой. Инклюзивные волонтеры и пожилые вместе вяжут носки, собирают картины из страз, развивают мелкую моторику, разговаривают друг с другом. В свою очередь пожилые люди учат мудрости, помогают понимать, как мы говорим, жизнь. Это очень здорово, это хорошо влияет на развитие ребят с ментальным нарушением здоровья. Поэтому они сюда приходят не только за то, чтобы дать какую-то помощь, но и получить внимание и со стороны людей, которые здесь проживают. Волонтеры помогают старикам осваивать гаджеты, объясняют, как пользоваться мессенджерами и развивать социальные сети. Человек, оказывается, не видел, как использовать, как использовать, не знаю. Но это очень легко. Он думал, что в планшете никак в телефоне, но это то же самое. Проект «Инклюзивное волонтерство» в областном доме милосердия реализуют с февраля. Добровольцы навещают стариков еженедельно по средам. Алиса, включи радио «Удача». Хорошо. Радио «Удача». Регулярно к постояльцам дома милосердия приезжают и другие волонтеры. Например, сотрудники таможенной службы. Для пожилых проводят мастер-классы по рукоделью, организуют концерты и праздники. Сегодня пенсионеров учат обращаться с голосовым помощником Алисой. Включать музыку, аудиокниги, ставить таймер. Я знаю, что этим людям необходимо в первую очередь это общение. Для них важны в первую очередь не материальные блага, а именно духовное. Безусловно, когда ты приходишь сюда, они тебе очень радуются. Добровольцы приносят подарки. Вместе с пенсионерами поют, смотрят фильмы, устраивают чаепитие, наводят красоту, сопровождают на прогулках. Пожилые с большой благодарностью отзываются о помощниках. Ну мы так рады, так рады, вообще, не знаю, сердце прямо обливается, знаете, такой грустью, такой, когда они уходят, а потом долго обсуждаем, какие песни спели, какие что. В областном доме милосердия живут пенсионеры, которые не могут ухаживать за собой самостоятельно и всегда нуждаются в помощи. Мы должны быть милосердны, потому что, ну, кто знает, как жизнь повернется, может, мы сами будем в такой ситуации, поэтому мы и стараемся подарить им вот это тепло, это время. Проект «Инклюзивное волонтерство» будут развивать на территории всей области. Татьяна Кияева, Евгений Агеев, Новости ОТС. Татьяна Кияева, Евгений Агеев, Новости ОТС.